Пожар потушен, но избавиться от дыма нам предстоит еще не скоро. Пятичасовая дискуссия народных избранников показала, что проблема с БГУ лишь вершина айсберга. Одни критиковали кого не по пути, другие наоборот призывали не соваться куда не надо. Вы вот лезете в эти дела, а я вам говорю как ректор с огромным стажем, что не надо туда соваться. Мы налаживаем отношения с министерством, там и так чехарда у них, они каждые 2-3 года меняются. А тут мы вдруг решили выступить все. Да я завтра приеду, меня на порог туда не пустят. Лезть к федеральному ведомству я вам просто не советую. И прошу этого не делать. Позицию Владимира Соктоева вполне можно понять, ведь он действующий ректор одного из наших университетов. И в отличие от Калмыкова, ему еще работать с федеральным ведомством. А вот другим депутатам не по нраву, когда к ним приезжают из Москвы и диктуют свои правила. Речь идет о визите столичного чиновника, чью манеру общения многие назвали хамоватой. На сегодняшний день говорить о том, что кто платит деньги, тот с нами может делать все, что угодно. Это как будто бы нравы публичного дома мы пытаемся наложить на отношения Грязского государственного университета и федерального министерства. Разве депутат Соктоев так должен говорить об этом сегодня? Пусть он есть оплатит, пусть нам клюет лицо. Мы утремся и дальше будем продолжать шагать. Критики подверглись и действия высшего руководства республики, а точнее его кадровая политика. Разве горький опыт кадровой политики администрации главы республики, сопровождаемой чередой уголовных дел в отношении представителей руководящего состава, никак не научит относиться к этому вопросу более ответственно и внимательно. Но при этом мы видим, как легко администрации главы назначаются на некоторые должности люди, близкие к власти. К примеру, директор школы номер 49. Или как проштрафившиеся главы районов и другие лица пересаживаются в те или иные кресла, перетасовываются одна и та же колода. По принципу своих не сдаем. Подобных громких заявлений вчера было предостаточно. Однако, по словам главы Бурятии, лично к нему с этими вопросами никто не осмеливается подходить. Поверьте, я со многими людьми говорил, которые высказывали, и сразу же, как только говорю, вот кадровая политика, я сразу же, что такое кадровая политика? Что конкретно вы считаете нужно изменить, что считаете неправильно? И все, человек уходит сразу же от разговора и никоим образом не продолжает этот диалог. Я понимаю, может быть, он боится сказать еще что-то. В итоге главой было предложено создать экспертную группу из числа законодателей. Именно они будут обсуждать и вносить предложения по вопросам кадровых назначений. Однако, будет ли действительно Вячеслав Наговицын прислушиваться к мнению депутатов, вопрос риторический. Известно, что даже когда согласовывалась кандидатура Мошкина, у народных избранников никто ничего не спрашивал. Но это были еще цветочки. Ягодки начались во втором акте. На сегодня мы просто заболтали это слово толерантностью и спекулируем, где надо, где не надо. И такое ощущение, как будто бы вот буряты такие толерантные и толерантность с какой-то сравнимой наивной глупости, что ли. Вот это до чего спекуляция довела. Я действительно сегодня вынужден сказать, что в республике вот тот хрупкий баланс нарушен. И на это у главы традиционный и только на первый взгляд успокаивающий ответ. По его словам, паритет в республике соблюдается. В пример он ставит назначение на пост министра природных ресурсов, когда в течение полугода он искал именно бурята на эту должность. Я полгода назначить не мог, потому что мы точно знали, что там был до этого бурят, и мы хотели поставить бурята там. Не надо требовать, чтобы вот это соотношение было абсолютным. У нас есть некий там, где очень хорошо себя проявили буряты. У нас, допустим, в Министерстве здравоохранения 70%, 80% бурят работают. В Министерстве образования 80% бурят работают. И я считаю, правильно и хорошо. Очевидно, что скандал вокруг нового руководства БГУ стал лишь последней каплей в бочке недовольства, копившегося долгое время. И в этом смысле меры, предложенные главой, вряд ли чем помогут. Жонглировать словами и лавировать группировками уже явно не получится. Наталья Домбаева, Александр Хамаганов и Алексей Ионов. Первая альтернативная.